архитектурный патруль жилом комплексе семицвет город львов это большой жилой комплекс который состоит из нескольких десятков домов часть уже сдана в эксплуатацию еще что-то посередине вот здесь вот строится давайте проверим насколько все это качественно прямо по центру жилого комплекса посередине во дворе располагается детская площадка и даже есть вот такие вот атрибуты спортивной площадки тут интересно может быть не только подростку но отлично мне тоже было бы тут очень полезно покачать пресс но не сегодня сама детская площадка небольшая но в принципе тут интересно во первых потому что есть резиновое покрытие а значит для детей это безопасно но самый глобальный минус заключается в том что детская площадка располагается самой солнечной точке тут нету никакого навеса деревья пока что все маленькие и вот днем с ребенком тут гулять опасненько потому что солнечный удар вам будет обеспечен все атрибуты детской площадки мне в целом нравится они новенькие свеженькие все какое-то такое покрашенное даже вот есть кит колпачки до детям тут в принципе безопасно находиться но песочница обязательно должна закрываться как ни крути иначе тут будут тусоваться котики песики жилой комплекс и располагается на холме поэтому тут есть лесенки для того чтобы подняться к другой секции и вот такая вот штука якобы похожа на патус но человек на инвалидной коляске вот в эту часть не сможет никак подняться ну то есть вроде бы вот эти поручни изначально были сделаны как раз для людей на инвалидной коляске но они должны были быть уже раза в три застройщик строительной компания интергал буд тут во львове она построила 77 домов и еще 53 в процессе получается что у этой строительной компании больше ста объектов так в общем-то интергал буд переплюнул наш кодор судя по этой стеночке я понимаю что строительная компания вероятно изобразила здесь свои объекты свои новострою ребятки надо вам задуматься о том что вы делаете уж если вы хвастаетесь своими домами то тогда будьте добры получше выбирайте краску потому что вот эта краска уже вся тут осыпалась тут все мокро и вот эта работа старались художники рисовали но она вся идет к чертям потому что скоро все вот это тут осыпется одесские застройщики в своих рекламных акциях в основном рассказывают о том что они хотят делать двор без машин так удобно для жителей так удобно для детей которые играются во дворе но во львове это уже у меня третий дом где политика ровно наоборот весь двор в автомобилях весь паркинг из для этого жилой комплекс семицвет львовский это как наш одесский жилой комплекс радужный вернее наш жилой комплекс радужный по идее должен был выглядеть именно вот так различные цвета коричневые красные бордовые молочные разноцветные красивые яркие домики а дом то пинопластовый вот там под вот этой вот декоративной штукатуркой которая сама по себе на самом деле очень выгодно потому что сверху фактически никогда не будет видно трещин но тот факт что вот это все двигается и уже потихонечку осыпается вот я чувствую что это просто обычный пенопласт вот смотри все он просто продавливается пальцем опасность пенопласта заключается даже не в том что вот так вот случайно это оперся локтиком и уже вот такая дырочка но еще и в том что по технике пожарной безопасности этот материал самый что ни на есть худший и для утепления современных домов никто нигде в мире его не использует я вам скажу больше даже у нас в одессе пенопласт уже встречается редко используют минеральную вату минеральная вата форево пенопласт это дно он отличнейшим образом горит вот тут вот внизу в цоколе плитка вся осела насколько осела вот я упираюсь и все это проваливается еще больше в подземелье эта плитка просела на сантиметров 20 20 сантиметров усадки что-то пошло не так наземный паркинг это очень круто несколько этажей прекрасно вписывается в общую архитектуру жилого комплекса но я не понимаю почему не делают подземный паркинг ибо вот тут количество мест для машин точно не будет хватать перед поездкой во львов я писала пост в фейсбуке собирала комментарии от жителей львова которые мне доказывали насколько качественно строят у них жилые комплексы мол то что вас в одессе это дно а то что у нас это счастье любовь и радость пожалуйста кондиционеры просто в рядочек до европейского подхода тут когда луны рака но есть все-таки один плюс да конечно кондиционер вот так вот на фасаде смотрится ужасно и исходя из того что вот по этого здания всего лишь четыре этажа это типа детского садика что-то все эти кондиционеры можно было бы перенести на крышу тогда была бы эстетика и не нарушен был бы вообще внешний вид этого здания а теперь плюс плюс заключается в том что вот эта вот трубочка с конденсатом выведена в ливневку большая часть жилого комплекса 7 цвет издана в эксплуатацию при этом вот здесь по центру еще доделывают несколько домов и для меня это просто очень хорошо а также то что пропало солнце и так в чем хорошо да в том что можно наглядно посмотреть как из чего и насколько качественно строят этот комплекс во-первых делают из красного кирпича красный кирпич это прекрасный материал а то что сверху его вот так вот обивает пенопластом это вот прям очень и очень плохо идем посмотрим как выглядит дом изнутри при входе есть домофон и по сути я понимаю что здесь всегда двери закрыты но сейчас тот открыто у меня есть версия зачем тут открыто двери наверняка люди думают что если открыть дверь и дать этому подъезду подышать то вот эти мокрые пятна и простите плесень уйдет вся вот эта стена мокрая и вот эта стена мокрая и этому есть какая-то причина само по себе оно не пройдет ребята тут нужно полностью переделывать и не просто штукатурку или перекрашивать разбираться в чем конкретно причина моей версии что произошло не вовремя включили отопление вернее его не включали первое время из-за этого появилась сырость обвалившийся кусок штукатурки и табличка если что вызывайте службу газа 104 думаю нужно добавить и поставить еще одну табличку вызывайте срочно службу газ и проверяйте строительную компанию на компетенцию вот такой вот кусок штукатурки не обваливается просто так это не случайно и не задели во время ремонта все вот это сейчас не проканает самое глупое что я встречаю в работе строительных компаний это трещины на колоннах то есть такие трещины которые в принципе вообще не должны быть это банальная технология технология которая нарушена не постелили сетку неправильную краску подобрали из этого появляются трещины они тут есть их уже много и это только первый этаж если мы поднимемся выше там трещины будут еще больше что может быть глупее что реально это очень просто постелить сетку и все хорошую сетку сверху штукатурка и краска чем дело я не могу понять почему но на первом этаже когда вы заходите самая дешевая плитка отвратительный вход грибок плесень все для вас когда поднимаетесь на второй этаж пожалуйста украшение семицвет желтловый комплекс ну все прям так красиво и эстетично на стенах плитка и на полу уже плиточка поинтереснее чуть подороже а вот с лифта вот эту пленку нужно снять дом сдан в эксплуатацию а лифт по прежнему отбит вот этим дурацким грязным вонючим тсп лифт кстати отис откровенно пишет что сделан в киеве я это слышу по ходу лифта потому что он так немного дергается слышны звуки гудение серьезное гудение еще больше гудения куку нет автоматики мне пришлось поездить по этажам значит изготовлен может быть лифт в киеве по английским технологиям но реально все вот это то мало и арнаутская только на первом этаже который на самом деле 2 как-то красиво оформлен подъезд на остальных этажах на полу самая дешевая плитка пожалуйста на лестнице на лестничном марше плитки нет сэкономили на стенах декоративная штукатурка и только вот вот здесь вот есть какие-то отличительные черты от всех остальных подъездов какие-то хоть полосочки нарисовали да и тоже хорошо что видно что вот это девятый этаж а вот по технике пожарной безопасности что является самым главным для дома нету ничего львовский жилой комплекс семицвет для меня разочарование причем глобальные на картинке когда я готовилась к этой съемке я видела красивый цветной жилой комплекс когда сюда приехала он действительно издалека смотрится красивым очень удачно подобраны цвета фасада это дорогие цвета это не просто какая-то дешевая краска не действительно все очень красивое но кроме вот этой краски вот не больше не за что этот новострой похвалить недостатков очень и очень много и плесень в подъезде отвалившийся огромный кусок штукатурки трещины на колонне дешевый лифт все это говорит о уровне строительной компании о низком уровне этой строительной компании которая ну фактически забила болт на профессиональное исполнение своих обязанностей по инфраструктуре это огромный жилой комплекс здесь очень много домов и при этом продуктового магазина я не встретила где-то там что-то есть какой-то детский садик и принципе все ну еще по моему вот отсюда я вижу есть спортивный клуб но это не инфраструктура ребята далеко до встречи хорошо что никто не покалечен а